Добрый день, уважаемые консультанты, лидеры и директора. Рады вновь вас приветствовать онлайн на нашем вебинаре. Очень хотелось бы видеть вас на нашей платформе почаще и, конечно же, в аудитории с большим количеством участников. У нас с вами есть большой опыт оффлайн-обучения. Сейчас мы с вами тестируем и проводим онлайн-обучение. И чем они у нас удобны? Можно проходить обучение, находясь дома. Это удобно, потому что достаточно быть пользователем какого-либо гаджета. Специальные знания для подключения нам не требуются. Это возможность учиться у лучших лидеров Таджикистана, которые делятся с вами своими знаниями. И также это удобно для нас, так как мы находимся в разных регионах и нет затрат на дорогу и проживание, что часто являлось причиной не посещать оффлайн-тренинги. Пользуясь случаем, хочу пожелать вам удачного закрытия периода. Постарайтесь закрыть его сегодня-завтра, чтобы воскресный день провести в кругу своей семьи. А сейчас я передаю слово старшему директору в статусе открытого серебряного директора Гулматовой Нигине. Нигин, пожалуйста. Здравствуйте еще раз. Меня слышно? Напишите, пожалуйста. Так, отлично. Значит, меня слышно. Мы остановились на том, что тем, кому... Кто не может вести личный бренд, кто не может размещать свои фотографии и писать тексты, да, кому не разрешает муж, к примеру, размещать именно продуктовые странички. Так, меня слышно? У меня пишет то, что трансляция прервалась. Так, слышно. Отлично. Вести вот такие вот странички с вебинарами... Ой, с вебинарами. С видеообзорами, извиняюсь. А с видеообзорами проводить странички и фотографии, и видео. Так, сейчас не слышно. Я не знаю, что у меня происходит. Может быть, у меня со связью что-то. Ну, давайте, вы пишите по мере возможности, слышно или не слышно. Так, с этим понятно, да? Девочки, вот такая вот большая просьба, да, или как указание такое. Когда вы оформляете личный бренд, если вам все разрешено, пожалуйста, заполните по максимуму свою страницу. Ну, например, если взять меня, да. Сегодня мне отправила в личку девушка с предложением развить вокал. Естественно, прежде чем подписаться на нее, что-то ей оплатить, заплатить или что-то у нее купить, да, я захожу на ее страничку, я смотрю заполнение профиля. Если профиль заполнен слабо, если там не хватает прям так много фотографий, если нет информации о, как сказать, о собственнике профиля, да, о создателе профиля, то, естественно, уровень моего доверия к этому профилю не настолько сильный. Если профиль заполнен хорошо, если там есть вся информация, есть какие-то примеры, да, есть какие-то вот доказательства, можно так сказать, то уже уровень доверия к этому профилю у меня большой и высокий. Я захожу на профиль, я уже верю, что этот человек действительно занимается вокалом, и что этот человек действительно может мне что-то дать. Вот это очень важно. Итак, значит, оформленные страницы в соцсетях. Ну, взяла свою страничку, потому что, думаю, наверное, наглядно можно будет вам показать, да, что, как. Первое – это, конечно же, фотопрофили. Спасибо Мавлюде Рахматовне сегодня нам пишет. Красивое фото. Я, естественно, поблагодарила. Очень важно иметь красивое качественное фото на вашей аватарке. На аватарке должно быть оформлено фото такое профессиональное. Должно быть видно, то есть должно быть видно ваше лицо, глаза, улыбочка, естественно, да, потому что мы все знаем, что если вы работаете с улыбкой, автоматически уровень ваших продаж подскакивает вверх, потому что людям нравится, когда вы им улыбаетесь. И, естественно, если вы оформите профиль с улыбочкой, да, ну, это то же самое, что вживую я буду приглашать человека и с улыбкой его встречать в дверей своего офиса. Поэтому на страничке на моей стоит вот такое красивое фото, сделанное профессиональным фотографом, да, пользуясь случаем, как раз был у нас Новый год, я попросила фотографа сделать вот такую аватарку. Очень понравилось фото, его разместила во всех соцсетях. Почти везде у меня одно и то же фото для того, чтобы ваш бренд, да, ваша узнаваемость была одна и та же. Фамилия, имя – это важно, конечно, да, но для людей иногда они быстрее вас находят зрительно, глазами, то есть одно и то же фото на всех профилях, на всех соцсетях. Рекомендую оформлять все профили с одной фотографией. Пусть будет одинаково, пусть люди вас быстрее найдут. И на заднем фоне у меня вот такой вот бэкграунд, как называется, такой оформленный, то, что я работаю с косметикой. То есть это важная часть для людей, к примеру, кто интересуется, да, чем именно мы занимаемся. Если видят фото косметики, то сразу понятно, что косметика. Так, это понятно. Время от времени я свой бэкграунд меняю. То есть там он обновляется, бывает он разного, разного цвета, разной формы, в зависимости от настроения. Так, меня слышно, девочки? Так, слышно, да? У меня, может быть, с интернетом что-то, не знаю. Поехали дальше. Вот здесь у меня... Так, этот профиль, значит, был у меня с фейсбука. Здесь профиль уже инстаграм. В инстаграме тоже вот фотография похожая. В инстаграме похожая фотография. Здесь, смотрите, в инстаграме немножечко другое фото. Тоже Нигина Гулматова написано, да, и немножечко информация о себе. Я не стала писать там что-то такое много. Я написала просто, что я предприниматель, то есть человек, занимающийся бизнесом, что я путешествую, да, режиссирую. Написано режиссирую, это такое вот немножечко, как сказать, ну, это мое личное такое вот... Для чего я это сделаю, да, хочу объяснить. Режиссирую, в смысле, я занимаюсь роликами, да, видеороликами о рекламе. Некоторым людям вот стандартные фразы уже так под надоели, можно так сказать, да, поэтому некоторые меня в личку спрашивают, а что вы режиссируете? А я говорю, я занимаюсь режиссированием рекламных роликов, да, в компании Faberlic. И уже завязывается разговор, тоже это какая-то такая фишечка, да, чтобы завязать разговор просто. А дальше уже с человеком знакомлюсь, рассказываю все о своей компании, о своем бизнесе, о команде, о проекте, да, и уже человеку интересно становится, и он начинает уже сотрудничать с нами. И обучаю. Ну, обучаю тоже, у вас он спрашивает, а чему вы обучаете, да, я говорю, я бизнес-тренер, я обучаю, как вести правильно бизнес, как делать рекламу, там, все, что я знаю, я передаю. Теперь смотрите, девочки, вот внизу у меня были раньше такие вечные истории, мы их называем, да, по инстаграму, а есть такое понятие вечные истории. Когда вы каждый день публикуете истории со своей, то есть историю за день, что с вами произошло в этом кружочке профиля, есть вокруг такая появляется цветная полосочка, и там у нас видно, да, чем вы занимались за весь день. Если вы снимаете туда, то они там остаются. Некоторые из историй мы можем сохранить навсегда. К примеру, фотографию, фотографию из Нового года, который у нас был, я его опубликовала, эту фото именно в сториз. Но я хотела сохранить, чтобы люди видели действительно, что у нас есть хорошие корпоративы и мероприятия. И я нажимаю сохранить, добавить в избранное, она сохраняется у меня внизу. Сейчас вот, если получится, я вам покажу. Вот здесь эти такие кружочки, видите, это оформление именно вечных историй. Туда человек, когда он заходит, он туда заходит и смотрит, что там есть интересного. И оттуда он тоже получает какую-нибудь информацию. К примеру, он может познакомиться вот здесь, в этом разделе, да, с конкурсами, с конкурсами, которые мы проводили у нас в офисе. Или там в Инстаграме тот же, или в Фейсбуке были конкурсы, да, и там опубликованы фотографии, видео, да, розыгрыши конкурсов. Все, что, каждый конкурс, который проходит, я всю эту информацию туда добавляю. Дальше он может познакомиться с моей семьей, да, там у меня есть фотографии мамы, папы, мои фотографии, племянников, сестры, братья, да. Для чего тоже нужны фотографии? Именно семейные. Для того, чтобы тоже увеличить уровень доверия зрителя к вам. То есть, если человек видит, что вы семейный человек, что у вас есть семья, у вас есть окружение, вы начинаете больше ему нравиться. Вот тоже это доказано, потому что сколько моих людей тоже, они говорят, а мы знаем вашу маму, а мы знаем папу, там, сестру, брата, да. И это тоже интересно, потому что таким образом я показываю то, что кроме карьеры, да, я также семейный человек, у меня есть дом, у меня есть семья, и я, не отрываясь от своей семьи, могу зарабатывать деньги. Дальше идут корпоративы. Корпоративы нужны тоже для того, чтобы люди видели, что кроме зарабатывания денег, они могут с вами куда-то выйти, да, они могут одеться красиво, они могут подготовиться, выйти в свет, развеяться, да, получить эмоции классные, может познакомиться с кем-то, да, кто-то иногда бывает ищет себе мужа, к примеру, да, выходя в такие корпоративы, там, светские вечеринки, как мы говорим, они могут найти себе мужа, обрести ценность, обрести семью, да, любимого человека. Поэтому это тоже один из таких вот методов привлечения нашей аудитории. Макияж тут идет, уроки по макияжу, какие макияжи я делала, естественно, с продукцией компании Фаберлик, потому что кроме продукции компании Фаберлик, я ничем не пользуюсь. И всем это говорю, потому что у меня очень большая любовь к нашему продукту, да, к экологически чистому, и про продукцию я тоже рассказываю, что у нас есть отличная продукция, отличного качества. Так, здесь есть чеки, чеки разместила я для тех, кто, к примеру, не верит, да, что у нас есть какие-то там чеки, что мы получаем 6 тысяч, 18, 12 тысяч, да, сам они за, к примеру, за один каталог мы можем получить один чек вместе с нашей объемной скидкой. Естественно, чеки тоже интересуют людей, они спрашивают, а что это за цифры, а что это такие большие какие-то там выдачи, да, или премию, бонусы. Народ у нас простой, я вам скажу так, они интересуются всем. Ну и мы объясняем то, что вы можете получить в компании премию, кроме объемной скидки, да, кроме дохода, еще компания вас вознаграждает за каждый статус. Если вы поможете кому-то подняться, вам компания наградит. Ну и продукт, естественно, есть там обучение по продукту, видеообзоры какие-то, фотографии и все такое. Смотрите, у меня сейчас на данный момент 151 публикация. Чем больше вот в этой колоночке у вас публикации, тем больше уровень доверия тоже. Это очень влияет. Потом подписчики. Подписчики тоже, как сказать, чем больше подписчиков, тоже уровень доверия больше, естественно. Ну и подписки – это те, на кого вы подписаны. Это по Инстаграму краткий курс. Далее. Хочу сказать, очень важно наполнение профиля. Если у вас профиль полностью заполнен, если у вас там очень много материала, людям легче во всем разобраться, и они уже к вам приходят готовыми. То есть им не нужно рассказывать про продукцию, про какие-то мотивационные встречи. Он уже все это просмотрел на вашей странице, сидя дома, и к вам он приходит готовый. То есть он уже знает про вас много чего. Некоторые пишут, а Фанегина, вот мы знаем, что вы когда-то открыли офис. Я говорю, да, откуда? Они говорят, мы видели ваших историй. Я говорю, ну, отлично, спасибо. Поздравляют и все остальное. Так, у меня также есть YouTube-канал, оформленный. На нем пока очень мало подписчиков, но в основном я его использую для того, чтобы отправлять своим, именно своей команде уже подписанной, видеоуроки и оформление заказов, там, регистрации, вот именно видеоуроки по нашему сайту, по личному кабинету Фаберлик, ну и всему остальному. Здесь у меня уже есть приличное количество видеороликов, тоже свое, да, постепенно, постепенно, там я не каждый день прям публикую, но я стараюсь каждый, я не знаю, в месяц, два, три, четыре видеоурока записать и выложить. Не так часто, конечно, времени не на все хватает, но стараюсь каждый раз публиковать, чтобы заполнить свою страницу и профиль, и канал, чтобы он выглядел живым. Так, идем дальше. Открытие личных страниц. Самое главное – это личные страницы, которые будут у вас оформлены на всех социальных сетях. Первое – открываем страницы в тех соцсетях, в которых вам будет удобнее работать. У меня есть все, но активно, но активничаю в Инстаграм, Фейсбук и Ютуб. Опять же, смотрите, девочки, мальчики, если вы открыли страницу, к примеру, в Одноклассниках, но вам не нравятся эти Одноклассники, вы не хотите там работать, хорошо, вы не публикуете туда каждый день что-то, вы хотя бы в месяц раз опубликуете одну публикацию, чтобы было видно, что человек заходил туда, и заполните по максимуму фотографию профиля, ваши контакты обязательно, да, и ссылку на YouTube, ой, ссылку на WhatsApp, на Telegram, либо ваш номер мобильного или почту. Оставьте, чтобы люди оттуда, если попали к вам на страницу, они могли с вами связаться, даже если вы туда не заходите. Заполняем все профили. Ваши фото, ваши успехи, командная работа, путешествия, достижения, подарки, награды и так далее. Очень важно, открыв страницу в Facebook, в Instagram, в Одноклассниках, ВКонтакте, очень важно полностью ее заполнить. Что нужно туда заполнять? Нужно туда заполнять фотографии ваши, да, если есть возможность каждый день публиковать туда фотографии, достижения ваши, успехи, чего вы добились. А достижения, они очень поднимают такой интерес аудитории к вам. Если вы чего-то добились, да, и вы если не делитесь с этим, поверьте, люди не знают о том, что вы вот такой хороший человек и чего-то достигли. Это не называется... У меня есть некоторые люди, которые говорят, нет, мы стесняемся, как это, мы хвастаться, что ли, должны. Я говорю, вы не должны хвастаться, вы должны просто поделиться своим результатом, чтобы люди узнали о вас. Это вовсе не выглядит, как хвастаться или как еще что-то. Это самореклама называется, потому что мы находимся в бизнесе. И если вы сами о себе не расскажете, что я вот такой-то, такой-то, и я умею вот это, вот это, поверьте, никто об этом не узнает. Но если вы сами будете рассказывать о себе, что вы вот это умеете, что вы то умеете, да, и со временем это настолько к вам прирастет, что люди будут так воспринимать вас, что вы вот такой, вот такой и вот такой. У нас в бизнесе, и вообще вот в интернет-бизнесе, вы должны быть режиссером самого себя то есть у вас нету того режиссера который будет вас раскручивать вы должны раскручивать а самого себя лично так зухра пишет почему прекратилось слышно ли меня девочки так отлично пишу да значит все слышно так это понятно да потом если у вас есть хотя бы там успех я не за я достигла там 12 процентов я стала лидером опубликуйте это это будет ваш это будет во плюс вашу копилку понимаете вашу копилку истории в компании faberlic вашу копилку в истории вашего деятельности в интернете опубликуйте это не этот большой успех для некоторых понимаете и 12 процентов не каждый может сделать а если вы достигли эти 12 поделились миром то люди простые которые еще ничего не достигли они будут вау она уже достигла 12 процентов стала лидером или старшим лидером в компании да и есть возможность есть шанс что она придет к вам завтра и подпишется именно под вас потому что вы начинающий предприниматель и она захочет с вами вместе расти так дальше путешествие смотрите когда у меня не было больших путешествий да как говорится не было чем делиться я публиковала то что я в компании езжу в разные города таджикистана то что я была в курган тюбе я была в кулябе я была в худжанде да а я была там не знаю где-то там в шартузе в кабадьяне то есть это тоже даже отдаленные уголки нашего таджикистана для некоторых очень большая мотивация я помню когда у нас было мероприятие в нуреке мы отмечали утверждение директорства муродовой мухзари мы все вместе отдыхали там была такая шикарная дача и вы знаете я сделал снимки видео записала там вода была такая красивая я публиковал это на фейсбук и вы знаете через полгода я прихожу в налоговую сдавать декларацию и мне мой куратор говорит да вы везде отдыхаете ездите да вот такая у вас работа я говорю да у нас вот такая работа даже элементарно наши города да да наши зоны отдыха для них это тоже мотивация даже если вы не были в италии в испании где-то за границей опубликуйте фотографии что вы были в ташкенте к примеру да в самарканде в бухаре вы были в городах таджикистана где-то в каких-то зонах отдыха хороших это тоже большая мотивация для тех людей которые любят путешествовать лично я пришла в компанию за путешествиями и поэтому мне очень нравится операция меня работа то что я могу путешествовать так до стяжения уже сказала вы должны публиковать своем достижении вы должны говорить о них потому что если вы не скажете даже о малейшем своем достижении люди об этом не узнают подарки награды и так далее очень важно также не то как вас награждают да а как вы награждаете команду какие patrim подарки дарите потому что у нас народ очень любит подарки это не секретный для кого и если вы дарите какие-то хорошие подарки поощряете свою команду это тоже большая мотивация для наших людей у меня было так что люди мои именно новички они на обучение приходили с неохотой но когда мы подогревали это обучение подарками какими-то посещаемость вырастала в несколько раз то есть люди приходя за подарком уходят большим подарком в своей голове да а то есть планом работы уровнем каком-то заработка что они умеют смогут здесь добиться чего-то поэтому не жалейте если людям нравятся подарки ничего страшного сделайте какие-то такие небольшие подарочки это будет и внимание для них также когда человек что-то от вас получает то это очень очень даже хорошо и для вас и для него как у нас говорят таджики для вас он сделает хороший дуа и ваш бизнес тоже улучшится так дальше важно также то что дарите вы команде люди любят подарки так проводим конкурсу в каждой из страниц когда мы оформили все свои профили уже занимаемся каждой дневной деятельностью до текуть текучкой как я говорю то есть это текущая работа которую нужно выполнять каждый день а также мы разбавляем вот эту текущую работу конкурсами то есть в месяц раз нужно запускать какой-либо конкурс для того чтобы вы были как это сказать на волне вы были популярны для чего это нужно когда люди тоже получают какие-то от вас по конкурсу розыгрышу подарки а то естественно уже уровень популярности вашей растет вы уже люди знают что вы действительно дарить эти подарки что от вас действительно можно по-честному выиграть что-то и люди начинают активнее участвовать в вашем конкурсе те люди которые много участвовали они постепенно превращаются уже ваших консультантов хотите или не хотите у меня все кто приходил по конкурсу они все делают заказы зарегистрированы и сейчас работают со мной а так чтобы легче было оставаться в поле зрения в каждой из страниц то есть каждой из социальных сетей можно создать один пост и продублировать его во все соцсети смотрите когда вам нужно ввести одновременно три-четыре соцсети до личный бренд вы можете делать одно фото один красивый хороший текст и дублировать его во все соцсети то есть не обязательно отдельно делать для инстаграма отдельно для фейсбука отдельно для одноклассников и так далее вы можете взять один и сделать дубликацию во все соцсети можно это делать вручную есть еще автопостеры а то есть вы заливаете туда и прописывайте что возьми опубликуй вот в этой в этой в этой соцсети но автопостеры последнее время инстаграм и фейсбук начали блокировать поэтому делать вручную конечно же качестве не ленитесь делайте это вручную а так каждый день публикуем минимум один пост для того чтобы поддерживать охват как мы называем интерес к вашей странице вашей личности минимум один пост в день этого достаточно а так снимаем ежедневно stories и это временной истории то что произошло у вас за один день вы можете смотрите сделали пост к примеру в день один да вы можете два дня после не публиковать но публиковать каждый здесь stories и а статистика показывает то что в instagram stories и и фейсбуке они лучше влияют и лучше просматриваются аудитории чем наши вот эти посты каждодневные поэтому на stories и уделите отдельное внимание и побольше снимайте рассказывайте где вы что вы делаете как вы проводите там свое время как вы работаете да чтобы люди уже знакомились с вами заочно улучшаем навыки актерского мастерства становимся интересными на камеру что это значит а когда вы первый раз себя снимаете да иногда наверное у вас будет страх ну например к примеру вы себя сняли думать ой боже мой какая страшная да но ничего страшного сняли один раз увидели какая вы страшная например да идете и к примеру переделываете то что вам не нравится не нравится прическа макияж переделать и сделайте красиво оденьте красивую кофточку или красивую одежду мне нравится как и говорите отработать перед зеркалом и повторите то есть каждый день снимая stories и снимая какие-то материалы для своих соцсетей вы постепенно превращаетесь хорошего и отличного актера а то есть вас даже могут пригласить на телевидение в роли ведущий так что да вот полина и сюда мы снимали мы делали наверное 50 дублей прежде чем добиться хорошего результата но девочки я вам скажу так слишком себя не критикуйте вот это слишком идеальность тоже не должна быть потому что людям это неинтересно если вы где-то сделали ошибки ну посмейтесь над ними людям будет даже ближе как то вот то что вы даже можете ошибаться что до мальчики то что как сказать людям будет даже интересно и смешно если вы где-то ошиблись это будет показывать то что вы тоже обычный человек и вы тоже можете ошибаться и людям будет легче сотрудничать с вами потому что они скажут ну вот она ошибается я тоже смогу ничего страшно а если вы будете прям идеально люди будут людям будет сложно вас повторять они скажут я не смогу никогда так как она поэтому это тоже очень важно а так дальше идем когда интересны вы сами публики тогда уровень доверия возрастает и на ваше предложение откликнуться больше людей смотрите а как я говорю вы можете даже на камеру там где-то развлекать людей да смеяться там что-то там шутить какие-то вот вещи такие интересные рассказывать будьте интересными и люди больше будут на вас это будет как бы такая ловушка для людей да вы будете уже автоматически людям нравится они будут с вами приходите описать вам даже я делала так смотрите ну на практике я к примеру записываю stories и да что-то что-то а потом раз один из торисов я там не знаю делаю какую-то шутку или еще что-то мне сразу же в stories начинают приходить ответы там со смайликами да смеюсь там или еще что-то да это помогает продвигать также ваши публикации потому что если большее число контактирует с вашим профилем а то ваши публикации становятся популярны и инстаграмах продвигает в топ называется то есть в топ это имеется ввиду то что инстаграм больше показывает вас в ленте у других людей есть такая такое понятие как ранжирование ленты я потом тоже расскажу что это такое это когда вы публикуете вас никто вообще не видит если вы не интересны и есть ваш профиль он такой спящий как говорить так дальше каждый день рассказываем про доходы в компании про путешествия про наши мероприятия и выход на сцену то что мотивирует людей и зажигает каждый день нужно эти вещи делать для того чтобы люди даже вот есть те люди которые каждый день смотрят ваши фотографии публикации дано никак не реагирует но когда приходит какой-то их момент нужны они они сразу обращаются к вам и пишут потому что они автоматически уже помнят то что у вас и большие доходы у вас есть путешествия мероприятия и выхода на сцену то что им что-то понравилось а публикуйте все подряд то есть все чем вы можете взять аудиторию публикуйте все так публикуйте все и что-то должно зацепить человека кому-то путешествие кому-то уровень дохода кому-то выход на сцену в роликах использую модную музыку красивый фон хорошее качество видео и изображение чтобы зрителю было интересно на вас смотреть смотрите когда вы делаете ролики к примеру есть такие ролики называются они без озвучки то есть я показываю к примеру не знаю как работает там пятновыводитель или как работает порошок я могу его не озвучивать просто добавить модную какую-то музыку и опубликовать а иногда соцсети блокируют у некоторых у больших аудитории они вот если видео слышат вот эту аудиодорожку они говорят что это аудиодорожка не ваша поэтому они вам звук выключает либо блокирует ваш ролик но у некоторых проходят такие ролики поэтому добавьте красивый модный видеоролик модными аудио аудиодорожку модную к видеоролику и опубликуйте когда человек слышит классную музыку ему начинает автоматически тоже и музыка нравится и ролик и он уже естественно заинтересовывается так идем дальше а звука нет сейчас меня слышно полин юлдус вы меня слышите так слышим отлично едем дальше рассылка писем в личку подготовим шаблон предложения для рассылки так значит девочки мальчики смотрите мы с личным брендом более-менее разобрались да что нужно сделать а чтобы заполнить страницу чтобы оформить ее чтобы добавить фотографии где-то вы можете слайды даже можете потом если нужно я вам вышлю по как сказать по электронным андресам в разделе вопросы вот здесь находятся вопросы напишите свою почту я могу выслать вам презентацию рассылка писем в личку а для того чтобы начать именно вторым методом до первый метод был у нас личный бренд второй метод это спам или рассылка писем в личку по-другому а что делаем для того чтобы начать вот таким способом людей привлекать к нашей работе рекламой заниматься мы можем но нам нужно для начала также оформить весь профиль потому что опять же если мы будем давать предложение если у нас будет пустой профиль это никого не будет мотивировать и люди не будут отвечать на эти запросы естественно сначала оформляем полностью профиль и начинаем уже потом рассылать письма в личку шаблон примерно вот такой нужно сначала приготовить шаблон сохранить его где-то так и потом уже на начать рассылать его например вот такой привет привет и где пропуск у нас пишем имя фамилию человека которому мы отправляем например привет маша я менеджер компании фаберлик у нас компании сейчас проходит набор сотрудников на удаленную работу дохода 300 500 долларов в месяц тебе это интересно и отправляем человеку некоторые не реагируют на такое некоторые пишут а что там за работа такая интересная да или еще что-то начать интересоваться смотрите а одно важное правило здесь есть такое понятие как статистика вам не нужно именно уговаривать человека или там как-то заинтересовывать что-то делать нет тут вы работаете на скорость и на количество но не на качество например вы делаете рассылку 100 человек в день или там тысячи человек в день ваша задача просто ответить дальше довести до регистрации тех кто вам ответил да например так например значит смотрите на примере отправил тысячу сообщений в личку всем или там 100 сообщений в личку да и 100 у меня три человека откликнулись и сказали да классно я хочу примеру а тут же я отправляю начинаю завязывать разговор и начинаю отправлять уже условия там ролики какие-то выходить на его профиль знакомиться и все такое а вот смотрите если три человека ответили то те 97 который мне что-то плохое написали до бывает такое или которые не ответили вообще не заинтересовались я на них внимание свое не обращаю понимаете него ваша задача не уговаривать людей ваша задача сделать рассылку и обработать тех кто согласились кто сказали вам да поэтому тут есть такое понятие как статистика берите именно на количество да да нет как недавно тоже был вебинар проводил директор с россияна сказала такое правило именно в интернете да нет следующий то есть если нет следующий если да то обрабатывается поэтому запомните да нет следующий это для вас должно быть основной если человек отвечает положительно например да мне интересно мы отвечаем ознакомься кратко сутью работы тут и отправляем новичку ссылку на видео ролик youtube ролик мы предварительно записываем в ролике мы рассказываем о компании о производстве деятельность компании каким образом зарабатываем скольких странах компания работает всю всю информацию вот той презентация которую вы проводите каждый день реально в жизни каждому новичку или группе новичков да о компании рассказывать о маркетинге о заработке о том в каких регионах работает вот это все вы можете записать в один видеоролик уложиться там 7-10 минут слишком много тоже не надо пусть люди начинают давать уже внимание падает концентрация падает и они уже им не хочется поэтому 7-10 минут достаточно записали видеоролик сжатой форме такой но сильный видеоролик мотивирующий такой людям прям захотелось с вами начать сотрудничать этот ролик бы зацепил его поэтому за вот такой ролик создали загрузили на youtube и все и пользуемся то есть человек сам просмотрев эту это видео эту презентацию да он уже полностью как сказать он полностью представляет все в своей голове всю эту работу как что и у него вообще отпадает абсолютно все вопросы единственно просто что мне дальше нужно сделать да я вот согласен все вы потом высылаете ему ссылку на регистрацию или форму на регистрацию как вы хотите да потому что опять же один такой небольшой секрет когда человека спрашиваешь данные там фамилию имя отчество то это как-то как это сказать это как-то некорректно мне кажется лучше выслать форму на регистрацию да там google документах вы можете эту форму создать и просто сказать заполни пожалуйста вы здесь анкету и нажми отправить я сейчас далее с тобой свяжусь и все объясню то есть через форму работаете напрямую работать тоже это как-то некорректно мне кажется не все до вам доверяют пока на этом этап еще поэтому создайте также кроме видеоролика форму для регистрации это обязательно а так значит есть ролик будет создан профессионально озвучен тоже профессионально то это вообще будет круто и отлично это будет как реклама по телевидению на нибудь смотреть ему тоже нравится а так ролик должен быть закрытым и доступен только по ссылке чтобы сохранить интерес для потенциальной аудитории ролик вы в общий доступ не публикуете вы его публикуете в youtube и доступ по ссылке для того чтобы там большое количество людей вы просто так не могло просмотреть потому что если человек просто посмотрит то вы ему выслать и опять же этот ролик вам повторно он уже говорит о я это знаю нет мне это не интересно должна быть немножечко такая интрига а так значит ролик это далее если человек согласен регистрируем и ведем на школу новичка сегодня в основном я даю рекрутинг именно в соцсетях да есть еще такая важная часть как сопровождение новичка это школа это обучающие вебинары да и все остальное кратко скажу что у вас должна быть кроме рекрутинга да вы должны понимать что дальше сделать со своими новичками куда их вести что с ними делать для этого у вас должна быть школа минимум из 10 уроков школа новичка где он будет все 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 досконально проходить с домашними заданиями и заданием к примеру прошелся школу новичка там уже к школе новичка у тебя должно быть готовы там 200 или 400 групповых баллов для того чтобы перейти на школу лидера далее идет школа лидера трехэтапная у нас школа лидера тоже состоит из уроков уже как работать с консультантами с командой как сопровождать и школа лидера заканчивается на отметке в 1000 1500 баллов к примеру и он уже с группой должен сделать эти объемы да если он не сделал эти объемы то у нас другую школу на директора например не попадает но что-то такое и по окончании каждой школы выдаются сертификаты и награждения и поздравления в такой форме мы делаем именно проводим школу а так дальше сопровождение новичка от ли до лидера директор это отдельная тема так с домашними заданиями практически а также свои группы для различных типов аудитории иначе ваш рекрутинг так останется на этапе новичков далее роста не будет у вас естественно должны быть свои группы закрытой до в телеграме вайбере там за ватсапе где вы будете ввести каждый день свою также школу не школу вопросы по школе у вас люди обучаются у них возникают вопросы чтобы они не писали вам в личку и не повторялись создаем отдельный чат и там пусть и прямо на весь чат человек задает свой вопрос для того чтобы остальные тоже сразу же автоматически они обучались и учились так поехали дальше тема сегодня обширная большая надеюсь вам постараюсь вам хорошо ее отдать размещение объявлений в группах на сайтах на досках объявлений а так значит мы с рекрутингом рассылка в личку сообщений закончили да как это делается вы поняли также рассылаем и на предложение уже отвечаем обрабатываем и ведем по школе дальше третий метод это размещение объявлений в группах на сайтах на досках объявлений один из до сих пор работающих методов работы размещения на досках объявлений что такое доска объявлений доска объявлений это электронный сайт в интернете который за бесплатно либо заплатно размещает ваше объявление у себя на сайте например у нас в В Таджикистане есть такие сайты, как СамонТиДжи, самый популярный сайт. Это объявление... Так, на СамонТиДжи сразу оговорюсь вам, что если вы приглашаете в сетевой маркетинг, они ваши объявления не публикуют. То есть у них, они так и написали, что мы не пропускаем те публикации, те рекламные кампании, которые именно касаются сетевого. Поэтому там вы можете публиковать продукт, через продукт вести уже на работу. То есть немножко схитрить, да? А публикуйте, к примеру, пудру для лица Фаберлик за такую-то цену. Естественно, публикуйте за стоимость каталога, потому что это тоже все отслеживается. Не надо уценивать наши цены, да? Не надо какие-то нарушения делать. А публикуйте нормальную цену. Ну, напишите, к примеру, для вас будет скидка при регистрации или еще что-то такое. Человек уже, который ищет, к примеру, для себя пудру для лица, да? Он, например, может с вами связаться, а далее вы его обработаете уже как обычно, да? То есть регистрация, подарок, стоимость на первый шаг – все это объясняете. Он регистрируется. И дальше вы уже начинаете с ним дальше работать по маркетингу, как с обычным лидером. И, как сказать, смотрите, заметьте, он даже потом уже не заметит то, что он всего лишь пришел купить пудру для себя в компании, да? Поэтому это тоже очень важно. Можно вот таким методом опубликовать. Дальше есть у нас baraholka.tg. Название, конечно, не очень хорошее, но там тоже есть своя аудитория, свои, как сказать, посетители. Лалафо.tg, rg.tg, а также все возможные группы в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках и другие. На Фейсбуке есть именно статистика по большим группам. Аудитория свыше 50 тысяч человек. Вы можете туда вступить, в эту группу, поговорить с администратором, можно ли публиковать туда публикации. И время от времени, ну, время от времени, неделю 3-4 раза, так, да. И вот, мама моя тоже, Зоя Гуматова у нас, она пишет то, что с Умонтиджи, да, у нас в Умонтиджи есть старший директор в компании, который пришел именно купить просто пудру. Поэтому я взяла именно этот случай и сегодня рассказала. Вот. Поэтому, смотрите, во все возможные группы вы вступаете, да, в Фейсбуке, в Одноклассниках, ВКонтакте. Вступайте туда, подписывайтесь в Инстаграме на большие аудитории, где есть страницы с большими аудиториями. Например, Шабнами Сураё, да. Давайте будем именно по популярным идти. Например, я подписываюсь на Шабнами Сураё. У нее аудитория, там, не знаю, в 3 миллиона человек, например. Я подписываюсь и под ее фотографиями, да, начинаю активничать тоже, там, писать комментарии, лайкать людей, там, писать еще что-то, там, так, аккуратненько. Есть совсем уже такие вот, как я говорю, грубые методы, да, это когда прям туда вот прям пишут комментарии, к примеру, да, идет 250 комментариев от фотографии и пишется, там, доход в компании Фаберлик, вот так-то, так-то и номера телефонов. Такое-таки методы, конечно же, некоторых раздражает, но они тоже рабочие, их тоже можете использовать. Еще один метод, вот, можем писать под фотографиями людей с большой аудиторией. Своё предложение именно там, где много комментариев, Facebook, Instagram. То есть вы смотрите, если идет большая активная аудитория, да, и обсуждение чего-либо, вы прям туда можете в коммент прям написать, то, что я вот такой-то, такой-то, и мне нужны такие-то люди. Ничего страшного, кого-то это может раздражать, но кто-то к вам придет и зарегистрируется. Так, платная реклама. Это четвертый метод, один из самых тоже эффективных. Платная реклама сегодняшний день, как сказать, показывает тоже очень хороший результат по рекрутингу. Один из способов разрекламировать свое предложение – это платная реклама. Я пользуюсь рекламой Facebook и Instagram. Для того, чтобы начать размещать платную рекламу, нужна бизнес-страница на Facebook и карта виза для оплаты рекламы и привязки к профилю. Не путайте бизнес-страницу и свой профиль. У нас в Facebook очень давно появилась такая возможность, как создать рекламную бизнес-страницу. Вы можете, к примеру, у вас есть свой профиль, вы можете создать независимо от профиля свою бизнес-страницу. Например, у меня вот, я вам сейчас покажу, у меня профиль Нигина Гулматова, но есть у меня страница от нашего проекта, там, процветание, да, Faberlic. И на этой странице я каждый день могу публиковать, ну, например, продукцию. Вот есть две странички, одна под продукт, одна под именно успех в компании, потом проект, все о доходах. А одна страница именно под продукцию. Есть вот такая у меня страница, созданная, заполненная тоже, естественно. В странице есть кнопка «В магазин», да, в этой кнопочке, я вот сейчас вам покажу, вот здесь есть кнопочка «В магазин». В этой кнопке сохранена ссылочка, ссылка на, реферальная ссылка на покупку продукции у компании Faberlic. Так, пишут, что звука нет. Смотрите, девочки, мальчики, вот, человек, если попадет на мою страницу, да, и нажмет в магазин, он попадает на сайт Faberlic, где может зарегистрироваться и автоматически попасть ко мне в команду, потому что там размещена именно моя реферальная ссылка. Вот, именно где нужно прописывать ваши ссылочки, берите именно реферальную, чтобы они мимо вас не прошли, ваши новички. Заполнить тоже страницу нужно продукция, ваш регион, кнопки заполнить, адрес заполнить, контакты. Все подготовить и уже потом запускать рекламу. Facebook сам предложит создать бизнес-страницу. Создаем страницу, настраиваем все кнопки, адреса и телефоны. Важно, на странице пишите ваши фактические данные, телефоны и адреса, так как Facebook в будущем будет показывать вашу рекламу той аудитории, которая находится рядом с вами. По максимуму заполните все на странице, людям нравятся хорошо оформленные и полные данные. Смотрите, если вы, к примеру, проживаете в Таджикистане всю жизнь, пишете на странице то, что вы находитесь в России, пытаясь этим охватить аудиторию России. Это лично мой пример, это моя ошибка, я вам рассказываю о ней, чтобы вы знали. То ничего хорошего из этого не выйдет. Знаете почему? Потому что вы, сидя в Таджикистане, не знаете аудиторию, специфику аудитории России. Если вы хотя бы хоть раз были в России, прожили бы месяц или два, у вас бы были какие-то точки соприкосновения. Но когда человек, который, к примеру, пришел по моей рекламе и видит то, что у меня стоит Россия, и он начинает мне писать какие-то наводящие вопросы задавать, я не могу дальше с этим человеком разговаривать. Это уже обман получается. Поэтому пишите лучше честно. Все, что есть про вас, пишите так, как есть. Потому что вот эта фальша, она завтра будет видна. То есть вы не сможете дальше с этим человеком контактировать, если у вас изначально стоит Российская Федерация, а сами вы из Таджикистана. И когда она просто элементарно какие-то вопросы наводящие задает, вы на них элементарно не можете отвечать, уже ваш диалог дальше не сможет пройти нормально. Поэтому я взяла. Вначале у меня была Россия, конечно. Пусть я буду Таджикистаном, но я буду именно таким сильным лидером своей родины. Поэтому пишите там, где вы живете фактически. И все номера ваши пишите. И таджикисткие, и узбекские, или казахские. Пусть люди знают, откуда вы. Завтра они приедут к вам в гости, дай бог, подружатся с вами. И будут вести вместе с вами бизнес. Потому что неважно, откуда вы, важно, какие у вас мозги. А так, дальше. Выбираем цель рекламы. Для того, чтобы настроить рекламу, мы, смотрите, мы сначала переходим в центр рекламы. Здесь я, кстати... А здесь есть центр рекламы. Вы здесь еще нажимаете, находите центр рекламы. Переходите и выбираете цель рекламы. Он предлагает вам, что вы хотите сделать. Вы хотите получить больше кликов по кнопке. Да, у вас будет кнопка забронировать, перейти на сайт, подписаться или зарегистрироваться. Вот это первая кнопка. Получите больше кликов по кнопке. Либо привлеките посетителей на сайт. Или получите больше лидов. Лиды – это посещение тоже, мне кажется. Лиды я еще пока не использовала. В основном я пользуюсь кликов по кнопке и посетителей на сайт в основном у меня настроена. На сайт я отдельно... У меня есть сайт свой, страничка. У меня есть несколько сайтов с моими данными. Когда нажимаю «Привлечь посетителей на сайт», то создаю рекламу, и люди попадают ко мне на сайт с заполнением анкеты. Там уже готовая анкета, которую они отправляют. И нажимают «Отправить ко мне попадают». Таким образом, хотела бы поделиться... Все помнят, у нас было 150 самоним в компании. На эту акцию я лично подписала 27 человек по рекламе. То есть я не успевала обрабатывать, потому что желающих было очень много. Мы создали рекламу косметики для дома по опыту наших российских коллег. И очень реклама хорошо пошла. То есть она начала работать, люди приходили, регистрировались. И почти больше половины из них остались с нами, до сих пор размещают заказы, работают. И несколько человек даже проходят уже обучение у нас. Так, выбираем цель рекламы. Сначала выбираем, что вы хотите. Продвигать публикацию или в Инстаграме, или получить... Так, получите больше сообщений в личку. Я выбираю посетителей на сайт, потому что связываю их с сайтом. Новичков. Так, далее. Выбрали цель рекламы. Потом выбираем настройку фото и сайта, куда направляем аудиторию. Перед тем, как создать рекламу, я вначале подготавливаю рекламную... Как это называется? Рекламную фотографию, да? Что я буду рекламировать. Например, на фото идет косметика для дома, плюс подарок первого шага, плюс еще подарок за 24 часа. Если вы сделаете сразу заказ, то получаете набор пробников для дома. Я эту фотографию сохраняю на компьютере. Загружаю потом в рекламную кампанию. Там есть выбрать именно фото из компьютера, прикрепить. Потом далее я прописываю URL-адрес. Написано вот здесь, если вы видите. Здесь я прописываю наш сайт, на который человек перейдет после нажатия на мою кнопку. Ну, например, у меня стоит свой сайт. Далее я выбираю аудиторию. Facebook мне предлагает настроить свою аудиторию. Аудиторию, что это такое? Я вам кратко объясню. Аудитория – это те люди, для которых Facebook будет показывать вашу рекламу. Он вас спрашивает, кому бы вы хотели показать свою рекламу. Например, я пишу в Facebook, настраиваю. Я хочу, чтобы мою рекламу посмотрели женщины от 18 до 65 лет. И в республике Таджикистан. Либо я пишу, например, возраст настраиваю от 18 до 40. Ставлю полженщины. Но добавляю, к примеру, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Четыре страны беру, охватываю. И настраиваю интересы людей. Он спрашивает сайт, то есть Facebook у вас спрашивает, чем интересуется ваша аудитория. Например, есть женщины, которые сидят дома и интересуются макияжем. Есть те, которые интересуются распродажами. Есть те, которым интересно дом, дети. То есть вы… Это называется таргетинг. Таргетинг – это то, чем интересуется ваша аудитория. Я выбираю таргетинг именно по ключевым моментам. Например, я добавляю мода и стиль. Добавляю распродажи, дом, сад, дети, одежда для женщин, салоны красоты. Все, что касается каких-то личных интересов, я добавляю вот эти личные интересы в настройки своей аудитории. И уже по вот этим запросам, когда люди забивают запрос в Google, к примеру, «Тренды макияжа 2020», то уже в Facebook, если вот эти слова «Тренд макияж 2020» у меня есть в настройках, то Facebook вот этим людям, которые сделал запрос по ключевым словам, он показывает мою рекламу этим людям. Поэтому очень четко нужно прописывать вот эти вот запросы людей, да, в чем нуждаются люди, что им интересно. Вы должны примерно хотя бы чувствовать и понимать, что людям нужно для того, чтобы ваша реклама показывалась этим людям. Если у меня идет публикация именно на доход, на заработок, я уже другие интересы ставлю. Я ставлю не распродажи, а я ставлю заработок, заработок дома, дополнительный доход, работа из дома, там дополнительный заработок для мам в декрете. То есть вот такие интересы ставлю. И уже тоже люди, которые запрашивают именно заработок, моя реклама им показывается по заработку. Поэтому, девочки, мальчики, когда вы делаете вот этот таргетинг, очень важно правильно настроить вашу аудиторию, чтобы к вам пустые вот эти регистрации не попадали. Чтобы ваше бюджет, да, ваши доллары, которые вы платите за рекламу, чтобы они просто так впустую не тратились. Так, идем дальше. Настраиваем срок действия рекламы и бюджет. Facebook далее спрашивает, а сколько вы хотите, чтобы ваша реклама показывалась людям по количеству дней. Вы можете наставить непрерывно до того момента, когда вы сами не остановите эту рекламу. Вот здесь есть написано, показывать это объявление непрерывно. А есть выбрать дату окончания показа. К примеру, вы ставите 5 дней, да, настройку на 5 дней. То, к примеру, он дату окончания прописывает, если сегодня, например, 3 число, он вам пишет, что 8 числа показа вашей рекламы будет остановлен. Вы соглашаетесь и далее вы настраиваете дневной бюджет. Сейчас я вам покажу. Так, дневной бюджет. Сейчас, минуточку. Один из слайдов я пропустила. Вот здесь также идет дневной бюджет. Чем больше у вас дневной бюджет, к примеру, в день вы можете тратить 1 доллар, или 2 доллара в день, или 5, или 100 долларов в день, да. А чем больше вы тратите в день бюджет свой, тем больше аудитории и больше количества людей Facebook показывает ваше объявление. Например, за 3 доллара в день он может показать 10 тысяч человек в день. Если я трачу 2 доллара в день, он может показать всего лишь 8 или 7 тысячам в день. Если 1 доллар в день, то всего лишь 3 тысячи людей смогут просмотреть объявление. А кто из них еще перейдет по ссылке, да, кликнет, зарегистрируется, это уже примерно Facebook подсчитывает. Например, за 1 доллар могут зарегистрироваться 1-2 человека. За 2 доллара уже 3-5. За 3 доллара там 8-10 человек могут перейти, кликнуть по ссылке. То есть у Facebook тоже есть свой анализ, свой расчет. И он как-то вот это вот все сам тоже подсказывает, как настроить, что, если вы сильно прям потеряетесь. И после этого, как вы нажали, выбрали бюджет, нажали, сколько вы можете затратить. Например, на 5 дней по 2 доллара, это 10 долларов. 100 сам они за 5 дней. Вы готовы потратить, и у вас за эти дни, там, к примеру, 150 тысяч человек увидят вашу рекламу. Из них, к примеру, 1% это 15-20 человек, например, к вам перейдут по ссылке, и из них 3-4, к примеру, зарегистрируются. А может быть и больше. Бывает по-разному. Поэтому зависит еще также от того, как вы оформите свою рекламу, как вы напишите текст. Надо тоже цепляющий текст писать, да, там, какие-то такие вещи, чтобы вот именно люди сразу цепляло, и они переходили. И картинки делать так, чтобы тоже людей это зацепило. Поэтому старайтесь оформлять красиво, качественно, делать такие красивые посты, красивое оформление. Текст такой вот прям, чтобы он был тоже цепляющий, чтобы громкий такой был, да, чтобы люди это заметили. Одна из фишек – писать вот эту рекламу, да, большими буквами. Это тоже иногда работает на некоторых людях, поэтому не пренебрегайте, тоже пользуйтесь. Так, следующий слайд у нас. Сейчас переключаю. Так, после рекрутинга, да, после того, как вы собрали по рекламе новичков, по рассылке в личные сообщения, кто-то по личному бренду к вам пришел, кто-то по доске объявлений, да, то есть со всех сторон вы собрали, если новичков, вы должны понимать, что с ними делать дальше. Вот, введение новичка до лидера кратко вам расскажу. После рекрутинга введем новичка так же, как и оффлайн. Каждый день работаем с ним через Телеграм, Вайбер, Ватсап и МО. Даем задания и проверяем, выполнил ли он их. Кроме этого, у вас вот должна быть готова записана школа уже, по которой вы будете проводить каждого новичка. В каждый каталог размещаем открытки с поздравлениями статусов у себя на всех профилях, от статуса 3% и выше. Это очень важно для того, чтобы люди видели процесс вашей работы и достижения именно онлайн. Если вы каждый каталог на своих страницах будете размещать вот эти поздравлялки, поздравляю, вот такая-то достигла этого статуса, поздравляю, та достигла такого-то статуса, люди будут видеть, что у вас уже есть результаты, что с нами, как это сказать, с вами стоит сотрудничать, есть именно достижения других людей, которые именно в вашей команде, в вашем проекте достигли. А потом вы можете публиковать, к примеру, если вы лидер большой команды, если у вас уже люди зарабатывают хорошие деньги, вы можете записать видео или сфотографировать доходы ваших лидеров. То есть вот в этот каталог кто сколько денег получил и заработал. Если вы это опубликуете, люди будут видеть, что вы помогаете другим зарабатывать хорошие деньги, это будет тоже очень большим плюсом для людей, которые новые, то есть они еще не знают ничего. Если они увидят, что ваши люди зарабатывают, это тоже будет большое доверие к вам, как лидеру, как профессионалу своего дела, который помогает людям именно развиваться и достигать больших званий. Каждый каталог, так, это мы сделали, проводим вебинары для общей структуры и команды, и прямые эфиры в Facebook и Instagram. Смотрите, очень удобно, когда у вас очень много новичков, ну, например, у вас за полгода работы такой активной создалась команда в 100 или 150 человек. Все 100-150 человек обучаются, да, каждый сам по себе, у каждого своя скорость обучения, скорость прохождения там каких-то заданий, в марафонах, домашних заданий, да. После этого, например, неплохо было бы хотя бы раз в неделю собирать на вебинаре, как мы сейчас, да, с вами обучаемся все вместе, либо проводить прямой эфир в Instagram, да. К примеру, если все эти люди подписаны на вас в Instagram, то там очень легко будет, потому что там тоже включаешь, к примеру, прямой эфир, и всем идут уведомления о том, что вы в прямом эфире. И в своей группе, к примеру, вы в Telegram или WhatsApp пишете, что такого-то числа будет прямой эфир, да, подключайтесь. И в прямом эфире вы с ними работаете, они также вам пишут комментарии, да, также общаются, задают вопросы. И вы в этом прямом эфире, во-первых, рассказываете новую тему какую-то, обучаете их чему-то, да, а во-вторых, вы отвечаете на их вопросы. То есть это будет вопрос-ответ, это тоже одна из форм обучения. Либо вы в Facebook можете тоже проводить прямой эфир. Включили, да, тоже люди подключаются. Ну, либо в любой, по-моему, сейчас во всех соцсетях есть эти прямые эфиры, вы можете в любой включить трансляцию, да, и поработать со своими людьми один раз в неделю именно через вебинар, через прямой эфир. Так, проводим лотерею для вип-консультантов. Дарим подарки за статусы онлайн. Можно отправить денежный подарок на карту, либо посылку по почте, если человек находится в другой стране. Значит, смотрите, кроме того, что статусы, у нас еще есть вип-консультанты, да, либо у нас есть какие-то акции. К примеру, сделай 50 баллов, участвуй там в розыгрыше, не знаю, мультиповара, да, или сделай там 10 или 20 баллов просто, да, и участвуй там в розыгрыше парфюма от Валентина Юдашкина. Ну, что-то такое вот интересное, чтобы ваши люди не спали, чтобы они всегда были во внимании. Вот, проводим такие лотереи. Сначала мы делаем конкурс, то есть объявление, что вот такого вот отчисла будет какая-то лотерея. Все, кто хочет участвовать, подключайтесь, выполняйте условия, отправляйте регистрационную в личку, чтобы я проверила, да, для тех, у кого, опять же, там, драгоценные директора, вы такие лотереи можете проводить именно на свою личную группу без директоров. Директора могут на свою группу провести и сделать там то же самое. Так, и дарим подарки за статус. Например, у вас в этом каталоге там номинировались два человека на 15%, да, два человека по 15, по 1500 баллов. И они, например, у вас находятся в России. Вот, к примеру, я в Таджикистане, у меня два человека в России, да. Что я делаю? В основном я могу сделать так, чтобы заметить его как-то. Я могу отправить либо на его карту денежный приз, да, какой-то напрямую, либо, к примеру, я могу по почте отправить посылку какую-то для него, да. Ну, или третий вариант, например, я могу оформить на тот ПВ, на свое имя какой-либо подарок, оплатить его и попросить лидера, чтобы он сходил в этот ПВ, где он так и так получает свои заказы и на мое имя забрать свой подарок. Такой тоже вариант. Это для того, чтобы удаленно как-то, хотя бы как-то давать внимание людям. Так, ну и в заключении, наверное, хотела бы сказать, многие меня спрашивают, секрет успеха, да, а я говорю так, секрет успеха, наверное, я бы училась бы у китайцев. Я шучу так всем на самом деле, да. Смотря на китайцев, я всегда говорю, это очень трудолюбивые люди. Почему-то это такая экономика, да, потому что люди, ну, очень много трудятся на самом деле. Секрет успеха также от Дуэйн Джонсон, актер очень такой популярный, он сказал, никаких секретов успеха не бывает. Будь скромным, будь жаждущим и самым большим трудягой. И также очень много вот этих картинок мотивирующих, где написано, что секрет успеха – это 1% таланта и 99% труда. Поэтому, девочки и мальчики, кто хочет достичь каких-то успехов в оффлайн-бизнесе, да, ой, в онлайн-бизнесе, кто хочет стать популярным, кто хочет на всю, не знаю, на всю планету стать популярным, топ-лидером, да, и даже просто зарабатывать хорошие деньги, кто хочет международную команду. Скажу вам так, вы трудитесь просто, да, вы трудитесь, вы делаете все, чтобы у вас бизнес всегда был на плаву, как говорится. Потому что даже если в классическом бизнесе вы откроете магазин, да, просто, сделаете там, приведете продукты, поставите, но если у вас не будет никаких там распродаж или розыгрышей, или какого-то маркетинга, да, специального, то ваши продажи тоже, они будут падать, понимаете, это не только в сетевом, это везде так. Если вы постоянно работаете, постоянно трудитесь, что-то новое придумываете, вы всегда будете интересны, актуальны, и люди всегда будут с вами сотрудничать. Поэтому самый главный секрет успеха, конечно же, трудиться. Например, у муравьев тоже, у них никаких целей, никаких планов, но все работают, работают и работают. Поэтому всем вам желаю в этот, можно сказать, такой сложный период времени, да, многие предприниматели, даже Роберт Киосаки, он говорил, в кризис всегда в сетевых компаниях будет рост, потому что люди, лишившись работы, они бегут все в надежде найти, как сказать, найти работу, да, найти что-то переформировать, потому что где-то раньше до них не доходило, то, что их работа, она нестабильная, их в любой момент могут уволить, и они останутся без заработка. Поэтому, дорогие мои сейчас слушатели, да, будьте готовы, когда будет наплыв вот этот идти, будьте готовы принимать этих новичков, обучать их профессионально, давать им все для того, чтобы они поднялись, замотивировать, потому что они уже будут готовы, лишившись сейчас работы своей, да, где-то в кризис, они будут бежать находить вас, да, а если вы на этом рынке услуг, как говорится, будете уже продвинутым лидером, с наполненными профилями, с интересными страницами, то, естественно, они выберут вас, а не кого-то другого. Поэтому старайтесь заполнять хорошо, красиво профиль и каждый день работать над ним. Всем вам желаю удачи, всем желаю успехов, прорыва в следующем каталоге и освоения именно интернет-продвижения и интернет-маркетинга. Кому нужно... Спасибо большое, да, спасибо большое. Кому нужно, если презентация, могу выслать, можете в личку написать, если вы знаете, на Фейсбуке можете меня найти. Здесь, наверное... Так, есть тут вопрос, как отмахиваться от навязчивых спанщиков, чтобы не обидеть. Так, вот смотрите, тут такой вопрос. Так, вебинар в записи. Ирина Николаевна, я насчет записи не знаю, нужно будет спросить. Наверное, в вебинарных комнатах всегда сохраняется запись. Да, мы спросите. Да, мы потом, если что, его, может, опубликуем, или там как-то умовлю дарахматами нужно будет спросить. Вот, теперь, смотрите, чтобы ненавязчиво отмахиваться от спанщиков, да, мы те же самые спанщики, которые в будущем, наверное, чтобы нам тоже было как-то мягко отвечать, да, чтобы нам тоже это не было больно, а нам нужно сделать так. К примеру, вам сделали предложение. Если вы не хотите нагрубить, вы можете мягко ответить, к примеру, спасибо Маше, например, да, я уже топ-лидер в компании «Фаберлик», я уже достигла больших результатов. Вы даже можете его переманить к себе, кстати. Он может даже с вами работать. Вот это меня научила топ-лидер тоже у Шахноза Абдуабимовой, да, мы так разговаривали с ней, она сказала то, что, книгиночка, я иногда других топ-лидеров других компаний, наоборот, когда они меня рекрутируют, я их к себе еще перевожу, и они еще работают. Вот, поэтому, вот, смотрите, если вас, к примеру, отправили, просто мягко ответьте, что я, к примеру, уже топ-лидер, если вам интересно, вы можете ко мне, но у меня нет времени там, так, у меня нет времени, к примеру, дальше тратить свое время на еще одну компанию. Поэтому можете так мягко ответить, чтобы и не обидеть человека, и сохранить его в друзьях, и, может быть, завтра еще подписать, и чтобы он работал именно с вами. Всем пока-пока, успехов вам еще раз, удачи и прорывов. Нигин, спасибо вам за содержательный, очень важный и очень интересный тренинг. Спасибо всем, кто был с нами. 10 апреля мы с вами встречаемся и подводим итоги пятого периода, где мы обязательно вам объявим о дате и теме следующего обучающего вебинара. Еще раз всем удачного закрытия периода. Берегите себя. До свидания.